В клубе «Эпрон» прошла встреча с поэтом Вячеславом Смирновым, с презентацией его книги стихов, как водится в теплой и по-настоящему дружеской обстановке, за чашечкой чая с вкусняшками, что, как известно, особенно стихотворной строфе восприятствует. С удовольствием послушали, пошутили, посмеялись, а виновник поэтической суматохи, разумеется, читал свои вирши. Вот такое было стихотворение называется «Голубчик Петрушка». Голубчик Петрушка, немедленно скажи, зачем ты всегда недоволен? Ты путаешь жутко, во сне подержи, а если не спишь, то тем более. Милейший лопух ты всегда и везде, кичаешься ненужной оттяжкой, как старый лошак, ты кривишь в бороздей, дышишь надрывно и тяжко. И женщины были, и вина лились, и всякие трюки творились. Голубчик Петрушка, немедленно колись, куда эти дни удалились? Куда все исчезло навек без следа? Ответь добряку и повеси. Голубчик Петрушка, ты весел всегда, но не по-хорошему весел. Основной вариант называется «Картина неизвестного художника». Все исследовав вдоль поперек, непогодь и метель на картине, наш завсклада угрюмый изрек, ну, пущай повисит в карантине. Десять тысяч небрежных мазков, в них и слезы вместились, и горе, и смотрели больные с тоской на пейзаж, что висело в коридоре. Иногда паранойик Петров донимал нас дурными парами, вдохновленный порывом ветров и скупыми, как совесть, тонами. Он глядел на суровый пейзаж, мотным взором, печально ли кротким. Ничего, что четвертый этаж, ничего, что на окнах решетки. Эпрон как магнит притягивает творческие силы. По всей видимости, дайвинг этому очень способствует.